Привет, с вами Fashion TV и Яна Войт. Сегодня в рамках Mercedes-Benz Fashion Week состоится показ дизайнера Алены Ахмадулиной в Музее Москвы. Премиальные ткани, изысканная ручная отделка, фирменные принты – отличительные черты бренда. Коллекции Алены – интеллектуальные и женственные, за что уже более 15 лет является одним из самых ключевых дизайнеров в российской индустрии моды. Я давно знаком с Аленой Ахмадулиной, с брендом ее примерно сколько-сколько существует. Но это человек, который помимо моды всегда четко понимает, что такое стиль. Как вам коллаборация Алены Ахмадулиной и Аска? Мне страшно понравилось, притом не разбираюсь в брендах техники, но в общем, да-да, это великолепно, очень нравится. Но на самом деле стильно, правда, круто. Скажите, давно знакомы с брендом Алены Ахмадулиной? Хороший вопрос. Да, давно. Я не помню, когда случилась та Адмиралтейская глава, в которой я впервые увидела студентку с коллекцией из пяти платьев в духе Пикассо, но я за нее проголосовала, я была в жюри. Несмотря на то, что строгая питерская жюри решила, что она слишком авангардный дизайнер, тогда практически побеждал. Прямо потребовала, чтобы ее привезли в Москву на финал русского силуэта в качестве гарнира. Она не принимала участия тогда в финале. Ее просто показывали как чудо. Знаете, я даже вот чуть-чуть вот так вот краешком глаза видела немножечко. Получилось, что я в момент утверждения луков с моделями была у них в гостях. Это будет грандиозно, это будет очень интересная коллекция, и она будет очень яркая, красочная. Я лично не люблю черный цвет, я люблю яркие цвета, краски, и это то, что мы увидим сегодня. Да, Алена всегда выбирает какие-то интересные места, но вот сегодняшнее мне очень нравится. Любой показ Алены – это всегда какая-то такая сказочная пиерия шика и красоты. Мне очень хочется, чтобы сегодняшний показ принес Алене успех, еще большую, может быть, славу и, может быть, вдохновение для дальнейших свершений, потому что здесь много гостей и гостей разных. Поэтому, наверное, все-таки это для дизайнера очень важный день. Что вы ждете от сегодняшнего показа? Ну, я знаю, что ее вдохновение всегда, последние несколько сезонов являются русские сказки. Ну, наверное, что-то в этой теме сегодня тоже будет. Ну, а как я поняла, будет очень много интересных принтов. Вот, готовы посмотреть. Ну, а мы сейчас наблюдаем последние приготовления перед выходом на подиум. Давайте спросим, волнуются ли модели? Есть волнение? Что вы чувствуете перед показом? Да, конечно, волнуюсь. С того, что три лука нужно успеть переодеться, будет мало времени. Ну, и со считанной минуты до показа, как ощущение, волнуютесь? Да, конечно, как и перед любым показом. Я немного волнуюсь. А так, в принципе, атмосфера достаточно рабочая. Все в движении, все занимаются своим делом. Ну что, гости уже собираются. Буквально через пару минут начнется показ дизайнера Алены Ахмадулиной. А мы спешим занять свои места. Слушайте, ну это как всегда, это легкость, это женственность и нежность. Но я всегда выбираю то, что смогла бы надеть я. Потому что с моим ростом, не с вашим, я на каблуках просто. Многие луки, как бы ты ни крути, но не наденешь. Что-то будет по земле волочиться, еще что-то там. Но здесь я поняла, процентов 80 я бы надела, не побоясь. Где-то яркие, а где-то пастельные. Немножко ощущение таких было нимф или... Мне больше, знаете, викторианское что-то такое напомнило. Так что хочется скорее все померить. Красивая, женственная, сочная, сексуальная, легкая, воздушная коллекция. А в этот раз Алена Ахмадулина выбрала очень интересную локацию. Музей Москвы. Как вам атмосфера? Честно, мне очень нравится это место. Во-первых, потому что оно удобно расположено. Недалеко от моего дома. А я люблю, когда дом рядом почему-то, знаете, стены греют. Ой, вы знаете, это как-то так все красиво было, невероятно. Сказочно как-то просто. Эти мифические животные на принтах, на всех, да? Какие-то удивительные аксессуары, меховые вообще. Я прям впечатлением нахаживалась. Мне очень понравилось. Благодаря своему особому видению вещей, Алена Ахмадулина создает ощущение сказки наяву и позволяет любой девушке почувствовать себя принцессой. Еще одна волшебная история, которая без сомнения станет частью гардероба у светских обладательниц моды. С вами была Яна Войт. I love fashion TV. I love fashion TV. I love fashion TV. We love fashion TV. I love fashion TV. I love fashion TV. I love fashion TV. I love fashion TV.